В России снова набирают добровольцев. На этот раз речь о желающих приобщиться к построению фортификационных сооружений, в частности речи о Курской и Белгородской областях, которые граничат с Украиной. Осенью в 2022 на такие дикие субботники местные власти сгоняли бюджетников насильно. Теперь за обустройство окопов, траншеи и установки бетонных конусов им даже обещают выплатить 500 рублей в час. Хотя денег в это строительство уже вложено немало. Ведь с октября по декабрь 2022 по данным российского министра строительства региона Оксаны Козлитиной, одни только чиновники Белгородской области уже потратили 10 миллиардов рублей на подобные фортификации. Для этого в регионе привлекли более 4000 человек и задействовали почти 700 единиц техники. При этом на построение этой так называемой «засеченной черты» местные власти потратили в 5 раз больше, чем на систему здравоохранения и в 70 раз больше, чем на помощь детям с инвалидностью. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков даже хвастался перед представителями Министерства обороны успехами по возведению засеченной черты. Что это? Очередная попытка отмыва денег или российские чиновники всерьез опасаются, что ВСУ не остановятся на украинской границе 1991 года и пойдут дальше. И Аксенов, гауляйтер Крыма, и губернаторы Брянской области, Ленинградской области, и даже Подмосковья, они чувствуют всю мощь украинских БПЛА, ракет, которые летят на базы с керосином, военные базы, на взлетки, где стоят самолеты-штурмовики, которые на следующий день должны вылетать и бомбить украинское население, они чувствуют реальность угрозы. Да, в Кремле на минус 30 этаже, конечно же, комфортно и прикольно, я бы даже сказал. Возможно, где-то на Владивостоке ты не слышишь этих взрывов и не видишь, как украинская армия приближается. Ну, к примеру, русские гауляйтеры, которые стояли в Херсонской, Харьковской, Сумской, Киевской области, они же тоже думали, что так будет всегда. Но прошло 2-3 недели, как говорил Тасик, и наступление началось. Могут ли пойти украинские войска, они не знают, но очень боятся, что да. Успехи украинской эроразведки, эффективность поражения российских оккупантов с воздуха были настолько поразительными, что в мире заговорили о новых аспектах ведения войны в 21 веке с помощью дронов. Тут задачка российским чиновникам, насколько эффективно строить наземные фортификации, если возмездие за нарушение украинской границы может прийти и с неба. Тем более, что Курская, Брянская, Белгородская и даже Воронежская области уже не раз становились свидетелями загадочных возгораний нефтебаз и прочих стратегических объектов. Кстати, исторические предпосылки у Украины продолжить гнать российских оккупантов вглубь России тоже есть. Ведь с весны до конца 1918 года Курская и Воронежская области, а также части Ростовской, входили в состав украинской державы. Впрочем, тот самый киевский режим, которым россияне пугают непослушных детей, устами украинского президента Владимира Зеленского, неоднократно подчеркивал, что Украина лишь стремится вернуться к своим территориям по состоянию на 1991 год и выгнать наглых оккупантов обратно на болото. Наступления на российскую территорию не будет. Эксперты говорят, десятки миллионов рублей потрачены белгородскими и курскими губернаторами на фортификации совершенно зря. И единственная цель этого нелепого строительства – подкрепить заявление пропаганды о якобы угрозе России и ускорить таким образом мобилизацию. В первую очередь, это пропагандистская акция. Она направлена на формирование страха и угрозы нападения Украины, якобы угрозы нападения Украины у местного населения. В администрации президента Российской Федерации до сих пор надеются на то, чтобы создать некий фантом народной войны. А как ее создать? Если война-то идет в Украине, не на российской территории, а в Украине идет война против Украины. И поэтому они пытаются хотя бы в прифронтовых областях, в областях приграничных с Украиной, создать вот такое ощущение, что вот-вот Украина нападет на Россию. Надо же как-то подкреплять все эти тезисы, которые они уже с прошлого года распространяют, что якобы Украина хотела напасть на Россию. Вот для этого и необходимо создание всех этих фортификационных сооружений. Ну а то, что на этом еще и отмывают деньги, и кто-то зарабатывает, ну это само собой. В России это просто на автомате. Зарабатывают на любых масштабных строительных работах. Пока жители приграничных с Украиной территорией в ужасе смотрят в сторону границы в ожидании увидеть обещанное по телевизору наступление ВСУ, чиновники кладут миллионы рублей от строительства фортификации себе в карман. Тем временем военкомы, пользуясь смятением местных жителей, гребут зазевавшихся россиян на фронт. Если говорить о информационной составляющей, она тоже там есть, конечно же. Она работает на мобилизацию. Путину очень важно продолжать мобилизацию в больших масштабах и объемах. Для этого им нужно проводить вот эту оборону внутри России. Это как бы вот это сталинградское мышление, вот когда, что вот уже враг вот здесь, давайте будем идти в атаку. Ну и, соответственно, мобилизировать, ну скажем так, плохо думающих, несообразительных, часто бедных, плохо мотивированных россиян для того, чтобы пошли защищать родину. Понятно, что когда была фашистская угроза в 40-х годах, это была чуть другая мотивация и видели врага настоящего. А тут россияне, ну да, озлобленные пропагандой, что вот хохлы такие фашисты. А с другой стороны, если взять искренне, а готов ли ты умереть за то, что ты слышал от Киселева-Соловьева в телевизоре, нет, не готов. И вот когда начинают строить какую-то фортификацию, ну понимать, да, страх близко. Вот и приходится подогревать затухающий российский патриотизм страшилками не только из телевизора, но и сооружать подходящие кремлевской повестке декорации на улицах. Параллельно паблики в соцсетях переполнены якобы видеосвидетельствами о проявлении украинского нацизма. Например, на одном видео изображены якобы украинские военные, которые сбивают бразильского добровольца. Автор видео, вероятно, так увлекся современным косплеем рабыни и зауры, что забыл выдать изображающим нацистов текстовку с украинской речью. На видео якобы украинские националисты почему-то говорят на русском, да еще и с характерным акцентом. Возможно, для большей правдоподобности надо было выдать этим видеонацистам бандуру, чтобы российский зритель сразу понял, это страшные укры. Впрочем, у многих жителей Белгородской и Курской областей чиновничьи трюки с фортификациями вызывают обратный эффект. В пабликах все чаще можно встретить первые робкие признаки возмущения по поводу так называемое СВО. Россияне, которые так радовались страданиям мирного украинского населения, которое вынуждено скрываться от российских ракет в подвалах и метро, сами сидеть в бомбоубежищах не хотят. И даже совершают невиданные для российского общества подвиги, а именно решаются выразить свое несогласие петицией. Например, один такой документ подготовила некая жительница Белгорода Элина Братыш и разместила в интернете петицию, потребовав отодвинуть линию фронта от границ Белгородской области. «Я житель Белгородской области, города Белгорода, наблюдая за участившимися агрессивными обстрелами приграничных сел Белгородской области, города Шебекина, города Белгорода, наблюдаю за массовыми разрушениями не только военной, но и гражданской инфраструктуры. Прошу предпринять меры отодвинуть войска противника от нашей границы». Этот документ, несмотря на безграмотность составленного текста и отсутствия логики, за несколько дней подписали более 26 тысяч человек. Вот так уровень паники. Кстати, те, кто готов отсиживаться в бомбоубежище, часто сделать это не могут. Ведь пока чиновники так заняты тратой миллионов на ненужные сооружения, ключ от подвалов найти никто не может. Это еще раз наглядно демонстрирует, что реально защитой населения приграничных с Украиной регионов в Кремле не обеспокоены. А неистовое строительство засеченной черты – это, прежде всего, способ посеять еще большую панику среди россиян и, таким образом, выполнить план по мобилизации. В результате пропаганда вынуждена давать противоречивую картинку. С одной стороны, максимально пугать приграничные с Украиной территории перспективой захвата, с другой – сообщать населению, что у самодержца все идет по плану, говорят эксперты. Им приходится одновременно решать две прямо противоположных задачи. Это, кстати, было заметно и в выступлении Путина перед Федеральным собранием в феврале. С одной стороны, еще с прошлого года есть установка на создание эффекта народной войны, что вся страна должна подняться и противостоять Западу и Украине. Они даже это называют новой отечественной войной, но не получается. Задача есть, установка есть, но плохо получается. И на это как раз рассчитано формирование визуальной картинки, что якобы надо обороняться от Украины и Запада. С другой стороны, действительно, любая военная истерия, а также мобилизация, они вызывают страхи, повышенный уровень тревожности у населения. И за этим в Москве следят, внимательно следят. Во всех социологических исследованиях в России обязательно сейчас замеряется уровень тревожности. Для них это один из главных индикаторов. И фактически, вот Путин, когда выступал перед федеральными сборами, он тоже сделал акцент на такой, я бы сказал, акцент настроенческий. Что, мол, вот война, она как-то параллельно идет. Да, война – это реальность, но это реальность обыденная. Вот есть попытка со стороны Кремля осуществить некую рутинизацию войны, об аналивании войны. Что война – это параллельная реальность, которая существует, к ней надо привыкать. Эти тезисы противоречат друг другу. Но у россиян давно не все в порядке с логикой. А у страха глаза, как известно, велики. Тем более, что загадочные хлопки происходят все чаще. Например, 28 февраля неизвестный беспилотник атаковал Туапсе, а над Петербургом даже были вынуждены поднять истребителей из-за некой воздушной угрозы. Пропагандисты сразу же обвинили в атаках ВСУ. Кто его знает, ведь принцип ОКО-ЗАОКО никто не отменял. Сейчас появился новый повод для таких страхов и тревожности – это атаки дронов. Атаки дронов, которые происходят и под половым объектом России, и отсюда на попытку обезопаситься ПВО ставят, особенно в Подмосковье. Это, с одной стороны, отражение реальных страхов. Не только уже пропаганда. Это и реальный страх. Они боятся, потому что война современная. Все увидели, насколько значимы беспилотники. И если Россия использует беспилотники против Украины, то, естественно, стоит ожидать точно такой же реакции Украины. И они это понимают, поэтому готовятся. Но это, естественно, вызывает тоже повышенное опасение у жителей уже не только приграничных регионов России, но даже московского региона и некоторых других. Эксперты предрекают, недовольство войной в российском обществе будет нарастать. А возведение различных фортификаций только усилит уровень тревожности среди населения. Тем более, что параллельно с этим строительством и за границей ВСУ регулярно передает грузы 200, которые Минобороны РФИ с неохотой, но иногда забирает. Хотя многие российские мобики и контрактники уже остаются гнить на полях, их общее количество, по данным украинского генштаба, уже превысило 162 тысячи оккупантов. Впрочем, покойникам-то уже все равно. Кому стоит по-настоящему тревожиться, так это об основавшимся россиянам в Крыму. Украинский полуостров ВСУ намерены вернуть в самом скором времени. И Украина имеет на это все законные основания, поэтому международное сообщество ее только поддержит в этом легитимном стремлении. Абсолютно очевидно, что сейчас для России именно Крым в зоне первоочередного риска. На Донбассе война уже идет, и война очень разрушительная, вот тоже эффект войны. Российская армия пришла вроде бы освобождать Донбасс, а в итоге она Донбасс разрушает. Прямо против полу. Место освобождения — разрушение Донбасса. Донбасс превращается в выжженную, разрушенную землю, усеренную осколками артиллерийских снарядов и трупами, прежде всего, российских солдат, потому что Россия гонит их как мясо на линию фронта. Но в зоне риска, и это становится все более очевидным, и Крым. И вот в отличие от, допустим, Брянской или Курской областей, где нет прямой военной угрозы. Ну вот, например, Белгородская область в силу того, что военные действия и обстрелы идут, а граница там очень близка. 40 километров до Харькова от границы, 40 километров до Белгорода. И, естественно, как бы любая, ну там, сбивают ракеты или неудачные запуски ракеты, это обстрелы взаимные, да. Это, конечно, касается и Белгородской области тоже. Это вот наибольшая зона риска с точки зрения именно приграничных боевых действий. А в Курской области нет таких рисков. А вот для Крыма они реальны. Потому что даже в стратегическом плане для Украины, конечно, очень значимо нейтрализовать, как минимум нейтрализовать российские военные угрозы из Крыма. А стратегическая задача – освобождение Крыма. Поэтому военные действия на территории Крыма неизбежны. Крымская весна 2023 обещают быть как никогда жаркой. Ведь тем, кто посягает на украинские земли, путь давно указан, и ВСУ обязательно поможет как можно быстрее добраться до пункта назначения. Поэтому тем россиянам, которые уютно и по-домашнему расположились на чужой земле и в чужих квартирах и домах, пора собирать чемоданы. К слову, хоть чемоданы-то свои или тоже краденые, украинские?